Декабрь Приветствую вас, дорогие мои весы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на декабрь, на заключительный декабрь. Поздравлять пока не буду с наступающим Новым Годом. Поближе, как говорится, к концу декабря поздравлю обязательно. Ну, а на данный момент, друзья мои, давайте посмотрим, что же вас ожидает в декабре. Что уйдет, что придет, какие события радостные, предупрежденные. Предупреждающие. В общем, сейчас все узнаем. Итак, главные события этого месяца, декабря. Ваше настроение в этот период, ваш настрой. Ну, в принципе, девяточка Пентакли, друзья мои, настрой просто, я бы сказал, даже замечательный. Вы уверены в себе, вы смело смотрите в свое будущее. У вас есть планы. Планы, которые еще больше добавят вам комфорта, еще больше вам добавят, возможно, денежек в кошелек. Вот. Еще больше увеличат вашу самостоятельность, состоятельность. И, в общем-то, вы намерены как раз вот это все притворить в жизнь. Без колебаний. Так, хорошо, давайте тогда теперь посмотрим, а что же с событиями. Начнем с деловой сферы. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские, личные дела и так далее. То, что мы занимаемся ежедневно. Итак, что же у нас в деловой сфере? Так, тройка жезлов, восьмерка мечей и шестерка. Шестерка жезлов, друзья мои. Ну, что можно сказать? Во-первых, друзья мои, у вас будут какие-то новые планы. Новые планы в связи с тем, что вы завершите какие-то старые дела. Либо, друзья мои, новые предложения кому-то поступят. Кого-то осенит идея, новый проект, новая работа. Или хотя бы, знаете, может измениться отношение к делам. Да, отношение. То есть думали так, делали так, а в декабре месяце можете пересмотреть. Как бы сделайте перезагрузочку. Может, это будет связано с препятствиями, с какими-то, может быть, с какими-то затруднениями, с ограничениями. Вполне возможно, друзья мои. Ну, ограничения, может быть, у кого-то, конечно, разные. У кого-то кто-то из вас, возможно, эти ограничения сам себе создаст, чтобы добиться чего-то или что-то сделать, или что-то получить. Кому-то ограничения могут прийти извне. Ну, допустим, ограничения какие, может быть. Допустим, захотите какую-то хорошую работу, но там нужно усилить свои, как говорится, навыки, свою компетенцию, свой авторитет, чтобы как раз достигнуть этой должности. Или получить эту должность. То есть, предпринять какие-то усилия, непростые усилия. Если кто-то, допустим, захочет сделать, ну, ремонт дома или какое-то важное для вас дело, что-то обновить, скажем, да. Но для этого потребуется чья-то помощь. То есть, вы одни это сделать не сможете. Вот они, ограничения. Может, ограничения быть в финансах. Любые, друзья мои, ограничения. Как говорится, желаний много, но, увы, иногда этого маловато. Но радует во всем, во всей этой троице, конечно же, шестерка жезлов, друзья мои. Это победа. Да, друзья мои, можете вполне рискнуть. Засучить рукава и вперед из песни. В любом случае, победа будет за вами. Вы получите то, что хотите. Вы займете нужную должность. Найдете работу. Выстроите деловые отношения. Заведете новые контакты деловые. В данном случае у нас про дела речь идет. Вот. Да, для этого потребуется усилие. Просто вот так это на халявку не прокатит. Это однозначно, мои хорошие. Что еще? Ну вот, восьмерочка, конечно, мечей, она говорит еще не только о ограничениях. Она может и намекать о некой вашей растерянности в каких-то делах, сомнениях. Ну, может, даже печалях. Может быть, и это о горчениях каких-то, когда что-то не получается, а хочется. Но вот, увы и ах, как говорится, не все нам подвластно. Но, тем не менее, этот путь будет вами пройден. И в конце концов, все равно вы своего добьетесь. Ну, шестерочка жезлов, конечно же, еще намекает о том, что могут состояться интересные поездки. Вот, может кто-то отправится в путь-дорожку. Кто-то может задумать переезд, поменять место жительства. Кто-то отправится в отпуск, в путешествие какое-то. Хотя сейчас, конечно, с этим проблемы. Но, тем не менее, друзья мои, тем не менее. Может состояться у кого-то знаменательная встреча, которая сможет поменять ваши ресурсы. То есть, их улучшить намного. Дать больше возможностей, дать больше перспектив. Как бы, знаете, открывается новый путь, новая дорога. Ну, об этом я уже и говорила. То есть, через ваш тернистый путь в этом месяце, вы к концу года, хотела сказать, ну, в принципе, к концу месяца и к концу года видите, как говорится, на белом коне ваше блистательное будущее. Вот, может, высокопарно сказано, но, тем не менее, почему-то вот хочется именно так обозначить результат вашего труда, результат ваших усилий. Ну, что ж, давайте посмотрим, а что у нас с денюжкой. Да, что там с событиями в финансовой сфере. Так, ну, здесь, в общем-то, созвучно. Пятерка мечей и паш-чаш. Ну, вот, смотрите, друзья мои. Пятерочка мечей, о чем она нам шепчет? Она шепчет, что да, действительно, придется что-то пересмотреть. Придется подтеснить конкурентов, придется, возможно, даже повоевать с самим собой или самой собой, что-то в себе изменить, как бы выкосить внутри себя ненужные там мешающие вам моменты, типа как комплексы, неуверенность, сомнения тоже может быть. И настроиться на более решительный шаг, потому что после пятерки мечей, как вы знаете, наступает шестерка мечей, а это идет смена берегов, друзья мои. Да, финансовая сфера будет такая напряженная. Да вообще, я вот такое ощущение мне, что деловая и финансовая сфера у вас будут в центре внимания. Для вас это будет очень-очень важно в декабре. Возможно, у кого-то есть цель какая-то. Возможно, она появится, эта цель, в декабре. Вот, и вы захотите как можно быстрее приблизиться к этой цели, реализовать эту цель. Поэтому, да, и естественно, от ваших дел зависит и ваше финансовое состояние. И наоборот, финансовое состояние даст вам больше возможностей, или даст именно те возможности, которые вы хотите иметь. Ну, тут идут у нас предложения, потому что паш-чаш, идут новости. То есть, вы не останетесь без поддержки. Может быть, даже финансовая сфера ваша будет улучшаться с помощью кого-то, или в партнерстве с кем-то, друзья мои. Да, вот как единая песня. Но интересно, интересно. Может, красивая история получится, друзья мои. Может, декабрь у вас получится довольно-таки, ну, знаменательным, что ли, вот, именно среди месяцев этого года. Ну что ж, давайте теперь перейдем к сфере отношений. Что здесь будет происходить? Итак, события в сфере отношений. Начнем с тех, у кого есть пара. Десятка пентаклей. Прекрасная карта. Вот я еще хочу вернуться к деловой и финансовой сфере. Вот смотрите, ваша девяточка пентаклей, ваша настрой, и ваше настроение настрой, они, как бы, знаете, скорее всего, зададут тон вот этим событиям. И я нисколько не удивлюсь, что все события, которые будут происходить в декабре, они вплотную завязаны на ваших желаниях. То есть вы их спровоцируете, вы их будете создавать, эти события, для того, чтобы достичь вот именно своих желаний комфорта, удовольствия, стабилизации финансового положения, улучшения, процветания, ну и, как говорится, сопутствующих им конфеточек, скажем так, плюсиков. Ну так, вернемся к отношениям. Для тех, кто в паре, десяточка пентаклей, ну что сказать, друзья мои, отличная карта, отличная карта. И вы, и ваш партнер или партнерша нацелены на процветание, на укрепление своего союза. Более того, вас поддерживают члены семьи, вы как-то вот все скопом, все вместе, как говорится, в одной упряжке идете в будущее, в процветающее будущее, в крепкое будущее. Вот даже так бы я выразилась. Да, одна цель, одна задача. Поддержка. Ну тут, понимаете, вы как-то вот нацелены именно на собственное процветание, на семейное процветание. И каждый из вас, как говорится, вносит свою лепту, свои кирпичики, чтобы ваш союз еще больше укреплялся, и, соответственно, было более комфортно жить в вашей семье, ну, естественно, и вам лично. Так, хорошо, свободные весы. Что у вас? А, королева кубков. Ну, дама эмоциональная, творческая, не отказывающаяся от любви, может, даже и мечтающая об этом. Ну, я, конечно, не вижу каких-то действий по этой карте, да, собственно, и не увидишь, но, тем не менее, одно можно сказать. Если кто-то появится достойный около вас, вы его не пропустите. Да. Вы воспользуетесь этим шансом, и обязательно сделаете все, чтобы этот партнер или партнерша задержался как можно дольше около вас. Вот такие пироги. Ну, знаете, еще что может быть? Дама чаша может показывать женщину, которая будет содействовать, содействовать тому, чтобы у вас появился кто-то. Каким образом? Ну, сложно тут сказать. Может быть, организовать какие-то вечеринки, с кем-то знакомить, либо подкидывать какие-то идеи. Ну, одним словом, способствовать. Способствовать. Но еще есть один момент, мои хорошие, ваш образ в роли дамы чаш может быть говорить о том, что вы не особо будете сконцентрированы, скажем так. Да, сконцентрированы именно на любви, на партнерстве. Вполне возможно, что кто-то из вас будет заниматься в декабре вплотную своим творчеством. Бизнес-творчеством, и это может быть. Или просто творчеством для души. Рисовать, вязать, кулинарить, какие-то поделки делать. Да мало ли что, может заняться женщина, друзья мои. Поэтому как-то вот, я скажу, вы будете находиться на одной волне со своей душой. Да. Со своими желаниями. Здесь нет ни агрессии, нет такой, знаете, заточенности на чем-то одном. Вы вот как облачко. Плывете и плывете. Наслаждайтесь жизнью. Вот у меня такое ощущение. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как будут события складываться у тех, у кого есть отношения на стороне. Налево, как говорится. Ну, карта влюбленная. Ну, с одной стороны, для кого-то карта влюбленная действительно впрямую может сработать. Любовь, чувство, сплоченность. То есть, всё продолжится. Может, даже в более серьёзном ключе. Ну, а для кого-то, возможно, наступит время выбора. То есть, придётся выбирать всё-таки между этим партнёром и своей половинкой, постоянной половинкой, которая у вас параллельно с этим существует. То есть, выбор между двумя партнёрами или между двумя партнёршами. Идём дальше. Так, что уйдёт и что придёт в декабре? Что уйдёт? Туз Жезлов. Вот такое ощущение, что вы получите некую подсказку в декабре. Куда вам двигаться? Что вам делать? Как быть? Как бы, как путь вам кто-то укажет для изменений в своей жизни. И вот этот знак, он как появится, так и, как говорится, выполнит свою задачу и уйдёт. Ну, для кого-то Туз Жезлов может проиграться какими-то страстями. Да. Повышенный такой, повышенного градуса. Я имею в виду, конечно, сердечные отношения, любовные отношения. Ну, а для кого-то, друзья мои, выплеск энергии в какие-то дела. В принципе, повод для этого вполне есть. Когда мы посмотрели деловую сферу и финансовую сферу, то тут без именно такого всплеска динамики энергетической подпитки просто вот не осилить. Поэтому, да, придётся как бы рвануть, рвануть и достигнуть того, чего хочется. Ну, вот это такой единичный, так скажем, рывок. Ну, а что придёт? Пятёрка Жезлов. Бой продолжается. Да, одна вершина достигнута, но мы на этом не останавливаемся. Нам хочется ещё больше, ещё дальше. И, как говорится, ещё интереснее. Конечно, Пятёрка Жезлов говорит о отстаивании своих интересов, о завоевании каких-то мест под солнцем. Может, даже не одного места, а вот действительно несколько мест под солнцем. Ну, и также, конечно, Пятёрка Жезлов говорит о войне внутри себя. То есть, противоборстве с самим собой или самой собой. Ну, в принципе, мы вот тут, я уже сделал такой оценку Пятёрочке Мечей, что там тоже может такая войнушка происходить. В данном случае это всё продолжается. Ну, что ж, вполне закономерно, мои хорошие, потому что, если есть цель, то, конечно же, параллельно идут и внутренние изменения, внутренняя борьба с теми же комплексами, с той же самооценкой, с заниженной самооценкой, потому что, не устранив вот эти мешающие качества личности, ну, сложно добиться чего-то значительного, значительного в своей жизни. Поэтому, да, борьба продолжится. Борьба с самим собой и борьба с окружающими. Так, совет. Совет Карторо. Что же вам они посоветуют? Колесница. Ну, совет очень значимый и такой говорящий, я бы сказала. Кто собирается ехать, езжайте, готовьтесь, организовывайте себе поездку. У кого есть цель, колесница очень хорошо говорит именно о наличии цели, неважно, какой цели, касающиеся сердечных дел или касающие каких-то бизнес-дел или каких-то других личных дел. В любом случае мотив один. Вперед и еще раз вперед. Не останавливаться, не тормозить, а четко смотреть вперед и делать то, что вам хочется, то, что вы хотите достигнуть. Вот как-то так, мои хорошие. Завоевывать пространство, завоевывать отношения, завоевывать свое место под солнцем. ну что ж, хороший прогноз, не простой месяц, но очень интересный, может получиться довольно-таки замечательный результат. На этом я закругляюсь, мои дорогие весы, мне остается вам пожелать, конечно же, интересного месяца, конечно же, здоровья, удачи, любви, ну а самое главное. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме.